Добрый день, друзья! Как я и обещал, сегодня проведу для вас специальный мини-обзор на вот эти две милые упаковочки карт, которые я приобрел совершенно недавно. Это были последние экземпляры у нас в городе Иркутске. Ну, кто как не я их купит, скажите, пожалуйста. Тем более, учитывая то, что ценники у них достаточно высокие. И изготовлены они не здесь, они сделаны в Австрии. В частности, Титаник, они сделаны в Австрии под руководством исторического общества Титаник. Так что начнем для начала с океанских лайнеров, потому что я их уже вскрыл, я уже их посмотрел, очень клевое изображение. Даже некоторые из них мы не видели, в частности, в нашей группе Титаник. Титаник я еще не вскрывал, поэтому составил специально для вас. Начнем с океанских лайнеров. Я очень счастлив, что я их купил. Еще на Авито заказал парочку таких же карт про Титаник. Так, надеюсь, что в скорое время они придут сюда, в Иркутск. Ну, здесь небольшой ввод по океанским лайнерам. В частности, Карпатти, Титаник, Коин Эмерика, Эмилизабет, Юнайтед, Стретий. Ну, краткий обзорчик. Так, здесь представлен лайнер Ариана. Я специально свет включил, чтобы было вам видно. Ариана. Вот такой под валет, по-моему, да? Это валет, наверное. Вот такой лайнер. Красивое изображение очень. Это у нас Мавритания. Ну, мы видели ее, все знаем с вами. Это получается... Тут даже год не указан. Просто указан с какого года, по какого года этот лайнер плавал. Это получается Аквитания, ее корма. Надеюсь, вам видно. Я просто постарался свет вам. Вот так под наклон будет очень хорошо видно. Аквиташка. Итак, вот здесь получается указан Куин Элизабет и Куин Элизабет 2 наверху. Тоже очень красивое изображение. Вот, кстати, сзади они выглядят вот так, эти карты. Ну, то есть, очень красиво. Ох! Так, здесь получается указан Британик 3 и Титаник снизу. Дошли до него, да? Так. Здесь Куин Мэри. Куин Мэри. Наша дорогая Куин Мэри. Вот так, если по дублам подержу, наверное, будет видно. Так. Винцер Кастел 3. Вот этот лайнер я его редко про него слышал, но, тем не менее, он здесь указан. Наверное, вы про него найдете что-нибудь в интернете. Сами почитайте. Винцер Кастел 3, правильно сказать. Так. Куин Элизабет подплывает к Нью-Йорку, так скажем. Вот, если вам видно. Так. О! Редкая, так скажем, иллюстрация Левиафана. Видите, какая красота? Это, получается, 1914 год. Вторая Нормандия. Для Пота. Так. Вот это я не припомню, что за лайнер. Кажется, Манхэттен, если я не ошибаюсь. Но указан как Манхэттен. Я про него редко слышу. Наверное, Максим знает все. Он оповестит об этом. Точнее, меня. Ну, здесь Коин Элизабет с самолетиком. Если вам видно. Так. Юнайтед Стейт. Ну, это изображение уже на упаковке самой есть. Это Маджестик. Если вам видно. Маджестик. Даже дорогой и любимый. Кстати, Маджестик мне очень нравится из этой троицы немецкой. Так. Здесь, получается, император. Ну, точнее говоря, Берингария здесь уже она. И внизу у нас указан Фаттерланд. Да, точно. Фаттерланд. Еще Фаттерланд. Так. Здесь, получается, Олимпик. Олимпик. И внизу у нас Британик Третье. Ой, нет. Извините, не Третье. Второй. Британик Второй здесь у нас. Так. Ну, здесь, наверное, про этого повара, наверное, уже видели. Иллюстрации где-то в группе у нас они болтались. Только не припомню, где они сделаны. На Олимпике или где я уже не припомню. Так. Здесь, получается, ребенок моделирует Маджестик. Смотрите, какая красота. Вот, кстати, в частности, я вот такую фотографию нигде не видел. Мне не попадалось. Так. Это Лузитания. Ну, такая иллюстрация красивая. Такая очень грозная. Так. Получается, здесь мы видели Берингарис Олимпика. У Швартов. То есть они у порта. Здесь, получается, Куин Мэри. Внутреннее убранство. Если так видно, внизу, ну, в частности, такое чистое изображение. Так. Здесь, получается, Куин Мэри. И рядом еще стоят мелкие лайнеры. Там в доках Нью-Йорка. Не припомню, что за лайнеры по бокам. Так. Здесь Куин Элизабет в сухом. Ну, я говорю, в сухом. Ну, то есть, этот, у причала. Так. Нормандия 2. Куин Элизабет красавец. Такой. Ох. Мне нравится то, что все черно-белое. Мне очень нравится, кстати говоря. Подобные карты я еще заказал на Авито. Они должны прийти скоро. На них тоже сделаю обязательно обзор специально для вас. Так. Здесь, получается, внизу Мавритания. Мавритания 2 наверху. Так. Это Аквитания. И еще снизу фотография, как стюарды накрывают столы в первом классе. Очень красиво. Очень. Так. Так. Ну, это Мавритания. Мы уже видели, в частности, вот это изображение. А вот это мы не видели. Редко попадается. Левиафан. Реклама Левиафана. Красота какая, да? Так. Куин Элизабет. В порту. Так. Пен Денис Кастел. Если я не ошибаюсь. Вот так он называется. Редко про него слышал. Ну, это Франц. Само собой. В 60-х годов. Ну. Комментировать не буду. Санта Роза. Тут получается у нас, она далековато. Ну, скорее всего, это итальянский лайнер, если не ошибаюсь. Так. Иверния. Кунарда. Нормандия 2. Скорее всего, док загоняют. Сухой док. Судя по всему, да. Так. Претория Кастел. Второй. Ну, несколько. Такие есть лайнеры, о которых я редко слышал. Франция 2. Ну, это Куин Мэри. С разных ракурсов. Тоже Куин Мэри. А наверху Рекс, кстати говоря. Наверху Рекс изображен. Рекс по водоизмещению, по размерам, больше был, чем Титаник. Я насколько помню, да. Так. Ну, это, наверное, вы угадаете сразу. Моджестик. Так. Это, получается, Нормандия. Обожаю Нормандию. Так она, по сути, такая красивая, вообще очень изящная. Сделанная. Корма у него мне очень нравится. Ну, это Куин Мэри, получается, в порту у нас. Ну, не у нас. Как бы в порту. Так. Ну, это Виндсер Кастл опять. Опять эти. Это Канбера. Лайнер Канбера. Так. Леон да Винчи, по-моему, это уже итальянские лайнеры идут. Нью-Амстердам и Орундл Кастл. Вот такие еще лайнеры есть. Ну, это Мавритания. Это у нее на борту. Вот такие вот ребятишки играют в футбол. Или скалки. Скалки бегают. На скалках прыгают. Так. Ланкастрия. Лайнер. Так. Ну, это Беренгария. Так. Ильда Франц и Америка. Ильда Франц наверху, Америка снизу. Если вам видно. Ну, здесь получается Лузитане Мавритания. Наверху Лузитане, Лузу Мавритания. Так. Здесь получается Ильда Франц подплывает к Нью-Йорку. Ну, еще одно изображение United States. Вот такие вот карточки. Я очень рад, что их купил. И постоянно, когда открываю, получаю истинное удовольствие от этих карт. Они потрясающие просто. Ладненько. С этим мы закончили. Приступим к Титанику. Как я сказал, я их еще не вскрывал. Специально для вас. Первое вскрытие. Ну, так как я в медицинском учусь, для меня это чисто вскрытие. Тут уже сразу при закрытой упаковке видно, как здесь указано. Небольшая историческая справочка про Титаник. Ну, и... Тут иллюстрация ребят, которые разносили новости. Здесь получается Титаник уже с другой стороны сображения. Скрываю. Это займет некоторое время, поэтому прошу вас меня извинить. Больше не прошу, я вскрыт уже. Итак, Титаник. Ага, здесь получается у нас Титаник с Олимпиком. Ага. Здесь семья Штраусов, муж и жена. Так, здесь у нас получается, ну, Титаник, само собой. Здесь получается рекламочка с внутренним убранством получается. Тут реклама такая. Так, это шлюпочки уже после катастрофы. Это получается 11 апреля на Титанике. И внизу уже изображение, всем вам известная фотография. Это получается 1 Калифорния, 2 Карпатия. Изображение. Знаменитые кораблики, тоже вошедшие в историю. Это получается персонал, ну, так скажем, Карпатии. Капитан Ростерн, в середине есть, если вы заметили, сидит. Так, Титаник. Получается, первая в Белфасте фотография, вторая уже... А, сделана 2 апреля, 1912 года. Так, это у нас Мердок. Изображение. Ростерн вместе с Маргарет Брал. Капитан Лорд. Калифорния она. Калифорния, которого все, так скажем, сделали козлом отпущения. Наряду с Исминем. Так, Капитан Титаника. Смит. Ну, это рекламочка. White Star Line. Красота какая. Вот если с близкого рога смотреть, вот прямо детализация очень такая изящно сделанная. Офицер Уайлд. Про него все слышали, знаем. Титаник на испытаниях. Это Олимпик, 1912 года. Наконец-то нормально здесь все указано. Почему? Потому что историческое сообщество все делало. Когда я ходил на выставку, там вот это изображение было подписано под Титаник. Ну, как так можно? Так, это первый класс. Оборудование получается. Каюта на первый класс. Красота. Так, получается, здесь у нас... Первая фотография была фастилонов. Повторяются иногда. И внизу с аудиентом. Это получается у нас... Ну, если, наверное, вспомните. Так, опять же, реклама Олимпика Титаника. Это реклама Олимпика 1911 года. Ну, это получается, поднимали шлюпочки уже, подплывали Карпатию. Ну, это первая сразу же, так скажем, знаменитая картина, сразу же после крушения Титаника, которая была сделана. Так, Титаника в Саутгемптоне, 2 апреля. Это Капитан Ростерн. Очень редкая такая фотография. Сделана она была в 2012 году, как раз. Ну, Маргарит Браун, знаменитая, непотопляемая. Так, Брюс Исмей. Проклятый, так скажем, Показал отпущение, можно сказать. Так. Титаника в Куинсталне, Рисолбентоне. Ох, какая красивая рекламочка. White Star Line. Так. Ну, Капитан Смит. Морской Волк. Олимпик. Изображение. Ну, это получается иллюстрация, как Астер своим Мадленд сажает в шлюпочку через иллюминатор. Так. Ну, не иллюминатор, а как через вот эти окна. Так, получается, вот это так скажем, пропагандическая картиночка. Ну, от фильма, который немецкий пропагандический, который был в свое время. Я про него документальный фильм смотрел, про этот фильм. Ну, на самом деле, действительно, большой популярностью тогда этот фильм славился. Это у нас, получается, тренажерный зал на Титанике. Это изображение Олимпика. Вы смотрите, кстати, сзади, как эти картины, эти карты оформлены. Красота какая. Я даже сразу не заметил. Так. Ну, это получается реклама Олимпика. Чисто Олимпика. Ну, это Титаник в Саудхимптоне. Уже это фотография. Карта, который раз попытается. Хотя это, по-моему, разные же. Что тот, что тот, это разные. Наш любимый Томас Эндрюс. Обожаю его. Я, кстати, сделал даже фотографию свою, собственно, в образе Томаса Эндрюса. Кстати, по группе есть. Кому интересно. Ну, точнее, у меня на странице. Это, получается, ребята. Я про них где-то статейку читал. Это Джейк Филлипс. Так, это, получается, у нас реклама Британика уже идет. О, какая красота. Вы посмотрите только. Там такая эпическая. Напоминает чем-то Пожар Трои из Гомера. Вот реально. Вот такая же эпическая картина. Ну, Титаник. Одиннадцатый год. Ну, это винты. Неполное изображение. Так. Это, получается, СОС. Ну, как бы, изображение того, как СОС подавали в первый раз. Так, получается, Олимпик. Изображение Олимпика. Наверху Титаник, внизу Олимпик. Это Олимпик с такого интересного ракурса. Такую фотографию, по-моему, где-то в группе уже скидывали. Мне она очень понравилась, если я сохраню. Так, вот это у нас Титаник. Это тоже Титаник. Все тут Титаник. Ну, это вот это мы видели уже. Новости разносят. И тоже новости разносят. Ну, здесь небольшая справочка. Вот это. На английском языке. Вот такие вот карты, друзья мои. Так что приобретайте, заказывайте их, где только можете. Коллекционируйте. Это очень интересное занятие. Я нашел, чем заняться. Лично коллекционирую все, что касается Титаника. Недавно много чего заказал по Авито. И сейчас тоже жду посылочки. Очень хотел бы где-нибудь приобрести копии посуды первого класса с эмблемой White Star Line. Если, ребята, кто-нибудь знает, пожалуйста, хоть слово промолвите. Что-нибудь сообщите по этому поводу. Потому что была реклама где-то в интернете, но уже скупили данную коллекцию. Чашечка, ложечка, там и тарелочка. Думаю, самому сделать может. Но сложно найти эскиз в интернете. Поэтому, пожалуйста, если есть информация по этому вопросу, пожалуйста, пишите. Если что, буду проводить еще обзорчики на все, что придет ко мне в Иркутск по заказу. Модельку пока еще не начинал делать. Я купил модель, но пока что не берусь. Потому что это 1 на 700 масштаб. Очень рискованно боюсь, что он не попортит. Поэтому пока что не брался за модельку. Но в скором времени начну. Когда появится больше времени, чтобы не спешить. Потому что спешка здесь самая опасная. Ланька, ребята, спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели мой обзорчик. Я, как и обещал, я так и сделал. Так что всего вам хорошего. Моим друзьям Титаником Ана. Удачи вам. И желаю вам всегда оставаться на плаву. Всего хорошего вам. Субтитры сделал DimaTorzok